Всем привет! Мы сегодня будем есть бупе, саширак, помидоры, огурцы, хлеб мой любимый, колбаска, крабовые палочки и маленькие сосиски, еще яички пожарили, так вот колбаски у нас называется ядрен копоть, вот мы вот такую упаковочку ребенок попросил, вот мы ее купили для пробы, первый раз кушаем, ни разу еще не пробовали, называется колбаски вареной копченой из мяса птицы, мини колбаски с паприкой, но пахнет вроде ничего, вкусненько. Скажи, что за соусы я забыл, петчуны с чесноком, да у нас петчуны с чесноком, и сметана с чесноком, купили попробовать вот такую лапшичку, нашли в магазине, в магните, стоит такая у нас упаковочка 59 рублей, БПшку любят все, и поэтому мы решили побаловаться вот такой нам неизвестной лапшой. Написано доширак, чан рамын, вот у меня острая говядина. Ваня, у тебя какая? Нормальная говядина. Ваня, нормальная говядина. У меня блэк паста. А у Маши блэк паста. Ну-ка дай посмотрю, вот у нее здесь нарисовано с оливковым маслом. Написано блэк паст, значит, простая овощная. Ну, давайте открывать. Мы сейчас запарим ее. Посмотрим, что внутри идет. Вот у меня вот такая лапшичка. Вот такой пакетик с приправкой и уже идет тоже сыпучая острая приправка. Ваня, а у тебя какая такая же? У меня не остренькая. У тебя тоже два пакетика? Тоже так. И у Маши такой. Так, у меня под цвет пакетика красненькая, у Вани под цвет пакетика оранжевенькая. Подожди, мы сейчас это. У меня три пакетика. А у Маши три пакетика? У нас масло еще. Ничего себе, Маша у нас особая опять. Вроде дешевая, а у меня хорошая. Но вот на Машу, между прочим, скидочка. У нее 39 рублей пакетик. У нас не включается через десять минут. Так, ну что, мы вернулись. Да. Мы вернулись у нас, я так надеюсь, запарилась. Проверяем. Ну это у меня уже какая черная у меня. Маша, убери, пожалуйста, все в раковину. Так, Маш, убери. Давайте будем пробовать. Мы уже не можем терпеть. Мы кушать хотим. Мы хотим кушать. А куда мы делим? А нет, вот твоя, твоя, твоя. Началось опять. Потеряли тарелку. Ты присядь. Да мне неудобно. Ты двигайся. Ты поближе-то сядь. Во. Ну что, пробуем? Так. Хух. Я сиди поближе поставлю тарелочку тоже. Ммм. 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 Я еще хочу сюда вот это дело. Вот это дело. Так, мама, хотела, чтобы я сказала другим голосом, не своим, а другим голосом. Да, мама? Сейчас. У нас звание умеет менять голос. Кто с другого муку не поймет? Да. Молодец. А теперь давай кушать. Можно мне, я еще возьму яичко. Отдет у нас яичко жарно. Вот я все-таки поем с яичком. Чайбата сыра Она нам так понравилась Я возьму эту соседку Мягонький, нежнейший супчик Вкусная Тебе понравилась? Да Сливовый хлеб черный стал Лапша прикольненькая Мастерина очень черная Колбаска обалденно прикольненькая Да У нас сегодня еще Будут вопросики Ну в смысле отвечать на вопросики Так много вопросов от вас Очень В прошлом видео Яманты перепутала С хинкалями С пимпочкой Мне все написали С пимпочкой Это хинкали Точно Хинкали Как-нибудь мы снимем Видео с хинкалями Я так хочу попробовать А вообще хинкали Но для начала Хочу заказать Чтобы понять Настоящий вкус А потом Естественно Мы уже будем Сами их готовить Самое главное Узнать Настоящий Какой он на вкус Машенька Нам будет Сегодня Зачитывать Вопросы Сегодня Она Отверственная За это дело И мы будем Отвечать Да Мы можем Приступить А то мы Как обычно Все слопаем И на вопросы Времени Не останется Нам все время Задают Почему-то Вопрос Сколько Услышали Сколько Ване лет А Маши Нет Или наоборот Сколько Маши лет Услышали А Ване Нет Еще раз Повторим Мне 17 А мне 8 Да Скажи Будет 9 А я еще Не старая Потому что Мой маме 37 лет Блин Взял Рассказал Ой Мимо Давай Маша Читай первый Вопросик Так Первый Вопрос От Ольги Очень Интересное Видео Супер Кто любимый Персонаж Вани Из мультфильмов Каких блогеров Вы смотрите Я смотрю Позу Кто из мультиков Любимым Персонажем Отвечал А каких блогеров Вы смотрите Я Позе Там еще Кто-то Затал Я люблю Позе И Мармока А я смотрю Анастасия Столько В ютубе И все Мы все Смотрим Мультики Я тоже Мультики Смотрю Я обожаю Мультики Смотрю Дети Вы знаете Мой любимый Мультик Кстати Кто знает Мой любимый Мультик Пингвина Какого Пингвина 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 Я не знаю Пингвина Пингвина Нет Мой мультик Один Диснеевский 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 Мультик Один Я его 50 раз Уже смотрела Мультик Который Там был Папа Дочка И дяденька Робот Это русский Советский Нет Я не знаю Вы не знаете Мой мультик Муана Муана Ну ты че Муана Я вообще Обожаю этот Мультик Я вообще По нему С ума сходила Я и музыка Мне нравится И как нарисовано Нравится Муана Муана Верешь Мне Мне нам вообще Все нравится В этом мультике Ладно И следующий вопрос Кто Маша убери Это Дай салфеточки Достанем Блогеров Блогеров Сейчас подожди Салфетки Достанем И будем Рассказывать У нас еще Пьем Мы сегодня Кисель Кисель Маша сварила Нам кисель Мы пьем кисель Так Блогеров Каких смотрите Дети Расскажите Ох Какого Я только что сказала О я не слышала Позже Мормока Это Блогеры Что ли Да А я Если интересно Меня не все Поймут Конечно Наверное Но я смотрю Виталика И Ангелина Я прям Вообще С ума схожу По этим Видео По Виталику Потому что Виталик Всегда строит Дом Сам Он Все ремонтирует Я даже Можна сказать У него Чему-то Бывает Иногда Учуся Прям Реально Мне нравится Как он Все перестраивает Что он Может Все Сделать Все Исправить Все Починит Сам Все Придумывает Сам Все Делает Вообще Молодец Простой Приземленный Человек Вот Еще Из-за Этого Я Люблю Он Простой Добрый Душевный Как Есть Так Есть Душа На Распашку Вот Это Он Все Рассказывает Показывает И я Люблю Смотреть Его Видео Ну Я Еще Много Кого Смотрю Там Не Буду Что Всех Перечислять Их Потому Что Очень Много Мы Ответили Маша Следующий Вопрос 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 Мелори Сап Всем Привет Вопрос Мне И частично Маме Чутка Личная Но Такое Интересное Все Громче Маш Как Ты Рассказала Своей Маме Что У Тебя Появился Парень А Вы Танечка Как Отреагировали Или Сами Уже Загадались Рассказывай А Потом Я Продолжу Как Как Я Рассказала Я Даже Не Помню Я Просто Ходила Гулять С Ним Как Б Я Не Знала Что Она Ходит С Ним Гулять Я Пошла Прогуляю Маша Считает Что Она С 1 Января Вот Он Начал Ей Писать Ну Не С 1 Я Так Примерно Ну С Января Месяца Вот Они Полгода Просто Общались Гуляли Это Они Не Встречались Это Они Просто Гуляли А Когда Вот Он Именно Ей Предложил Через Полгода Встречаться Вот В Того Момента Они Считают Что Они Вместе Встречаться А Это Они Не Встречаются Понятно Вообще Ну Я Заподозрила Что Она Там Ходит Больно Часто Куда То И Переписывается Все В Телефоне Я Задала Вопрос Да Куда Пошла Гулять Она Шла Гулять Звоню Она Я Знала С Кем Она Гуляет Звоню Этой Подружке Я Говорю А Где Маша Она Говорит Я Не Я Говорю В смысле А Маша Тогда С кем А Маша С мальчиком Я говорю Сколько Мальчиков Она Говорит Я Не Знаю Я Звоню Маше А у Маши Почему Телефон В этот Момент Выключился Как Обычно Разрядился Я На панике Я Очень Сильно Паникую Я Паникер Что Это Вообще От Бога Паникерш От Бога Это Точно Это Про Меня Я Паникую По Любому Поводу Мне Лучше Ответь Расскажи Где Ты С кем Ты Что Ты Там Делаешь Я Успокоюсь Что Ты Жива С тобой Все В Порядке Все Ладно А потом Дальше Делай Там Свои Делать Что Хочешь Ну И Короче Говоря Потом Мне Пришла СМС Что Она Включила Телефон Я Перезваниваю Говорю Ты Где С Каким Парнем Что Такое Тебя Украли Увезли Я Гуляю Успокойся Мама Мальчик Моего Однокурсника Все Такое Я Конечно Не Поверила Она Когда Пришла Я Давать Досканально Спрашивать Расспрашивать Она Мне Сказала Это Все Поверхностно Рассказала Но Потом Быстро Показывай Быстро Рассказывай Она Мне Показала Интернет Я Рассматриваю И Оцениваю Человека По Ленте Я Зашла К нему Посмотрела Чем он Увлекается Какие У него Интересы Фотографии Он Часто Не Выкладывает То Он Сам Собой Не Любуется Как Некоторые Любят Это И Так И Вот Так Из Бутылка И Без Бутылки И Что Только Не Фоткают А У него Все Спокойно Я На Работе Я Дома Я Там Закат Он Сфоткал Что То Такое Ну В общем Фотографии Мало Выставлено Интересы Мотоциклы Природа Там Что У него Сейчас Уже Сейчас Точно Не Помню Что То Такое В общем Спокойно Уравновешенный Нормальный Молодой Человек Да От Плохих Двух Сразу У них Лента Плохая Наркота Двоих Отбила Желание Чтоб Она С ней Встречалась А Вот С этим Я Говорю Ну Вроде Ничего Нормальный Так Сама Про Себя Думаю Ну Ладно Встречайся Посмотрим Как Это Все Выглядит И Куда И Вроде Она Общалась 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 Потом Через Сколько Ты Меня С Решила Меня С Ним Познакомить Господи Я Боялась Как Перед Свадьбой Мне Кажется Меня Трясло Все Я Наготовила Кучу Еды Он Тоже По Моему Боялся Вот Он Пришел С По Моему Два Года Скоро Будет Я С Я Я С Я С Я Вы Знакомы Поэтому В Январе Будет Два Года Давай Следующий Вопрос Маша Потерялась В Вопрос Да Что Тут У Меня А Вот Так Мэй Канаман Кто Назвал Ваню О Такой Интересный Вопрос Кто Назвал Ваню Я Девять Месяцев Носила Ромашку Вот Когда Маша Была Беременна Я Не знала До Последнего Я Прям Зашла В Магазин Хотела Сказать В Род Дом И Я Сказала Мне Не Надо Говорить Я Не Хочу Знать До Последнего Момента Я Когда Родила Мне Ее Достали Мы Даже Ими Не Могли Придумать Потому Что Мы Не Знали Кто Там Но Когда Мне Достали Вот Этот Пирожок Огромный Большой Который Глаза Не Не Я Я Родила Вес 4295 Ну Почти 4300 Без 5 Грамм И 59 С С И Она Вот Прям Вот Смотрю На Нее Маша Вот Маша И Я Назвала Маша А Ваню Это Вообще Носила Носила Ромашка Ромашка Разговаривала С Ромашкой Родился Ваня Ну Когда Пришло Время Рожать Я Пришла Я Пришла В этот Руд Дом Наверное На третий Раз У меня Получилось Родить По-моему На третий Раз Родила За 3 Часа Быстро Вообще Я Все Время Думала Что Я Рожаю Что Я Уже Рожаю В больнице Я Уже Рожаю Хотя Нет Я Родила В поставленный Срок День В день И Когда Вот Я Говорю Ходила С Ромашкой Разговаривала С Ромашкой Пришло Время Рожать Вот У меня Рост Метр 75 У Меня Была Акушерка Она Наверное Рост На Метр 60 Метр 65 Вот Так Вот Где Там И Тут Я Рожаю Такой Тетя Слон Легла На Кресло Ее Там И Не Было Видно Этой Тетеньки Там Где Она Там Потерялась Она Говорит Ну Знаете Кто Она Разговаривает Со мной Во время Родов Как Успокаивая Меня Этим Самым Я Говорю Ну Да Ромашку Ромашку Жду Мальчика Значит Вы Знаете Что У вас Мальчик Я Говорю Да Я Уже Знаю И В это Время Тоже У меня Его Достает Она И Она Чуть Вместе С ним Она Вот Так Вот Держала Она Месте С ним Чуть Под Стол Не Ушла Какой Тут Ромашка Тут Илья Муромед Целый Она Еле Дотащила До Этого Стола Чтобы Обработать Там Почистить Его И Потом На Следующий Это Уже А Его Я Родила Четыре Пятьсот Сорок Шестьдесят Сантиметров И Поэтому Мы Вот Такие Крупно Как Сказать Сосиски Мы Крупнокалиберные Люди Короче Говоря Большие У нас Кость Широкая У Всех Троих И На Следующий День Ко Мне Пришли Спрашивали Я Потому Что Рожала Та Ночью В Три Часа Ночи Я Его Родила Маша У меня Дневная Отташка Но Я Рожала Долго Сутки Ваньку За Три Часа Родила Он У меня Поэтому Так И Живет А Маша У меня Так Долго Тоже Соображает Медлительная Она Будем Так Говорить А Ванька Резкий Быстрый Такой Весь У меня Вот Ой Ванька Опять Как Обычно Берет Всех Съел Маша Догоняем Ваню Вот Ромашка Мама Моя Мама Мне Говорит Какая Ромашка Потому Что Сегодня У нас День Вот Я Родила В день Получается Именины Были Ильи И Ивана Ильей Я Предложила Мне Кушерка Ильей Я Не Захотела Назвать Потому Что У меня У подружки Был Сын Есть Сын Илья Я Думаю Ну Как Это Не Очень Будет Илья У У У Я Решила Назвать Иван Я Потом Вспомнила Что С детства Я Думала О том Что Если У 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 Владимир Владимир Мой Папа Поэтому Я Не Стала Владимир Назвала И И И И Получается У У У У У Да У 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 Кто Вы По Нации Мы Русские Да Это Все Тот Же Мэй Как Зовут Папа Моего Папа Зовут Дима Моего Леша Моего Вова Я Алексеев Дмитриевич Владимир Владимир Я Вовкин Владимир Мне Каждый Небес Спрашивают Мое я говорю я вовкина я вовкина хотела ли я жить как принцесса я очень похожа на принцессу но у меня маша все время она как принцесса вот на самом деле она даже вот я сейчас скажу может быть вещи надеюсь вы нас поймете простите как она мне все время говорила принцессы не пукает она у нас даже не отрыгается она у нас даже ни разу в жизни не слышали что там знаете у нее отрыжка была там или пугнула никогда в жизни простите нас и поймите если что-то мы сказали не так она принцесса спокойная уравновешенная с длинными волосами то что мы дикоризли за вышли хочет ли ваня стать актером я уже актер он уже актер вот так ему не надо становиться актеры не рождаются да вот это заявочка да вообще я смешно актер я всегда маму веселю танцую там смешно да это точно вот такая лапша острая у меня просто нереально вообще у меня тоже острая как я хотела ли ты мама стать полицейским ну есть желание сейчас ну я рассказывала что да я об этом мечтала прямо тут написали то что вы сказали что хотели стать полицейским а сейчас еще есть желание то что сейчас происходит в стране вообще мне не нравится как полицию не уважают ни во что не ставят не ценят с одной стороны я считаю что не хочу ладно углубляться просто не хочу не хочу раньше хотела раньше у меня у желание и уважения а сейчас то что происходит сама сталкивалась с этими ситуациями нет не хочу несправедливостью будем так говорить одним словом так следующий вопрос хоже хоже акбар извиняемся если неправильно сказали можно вопрос почему вашей дочери не нравится кухня узбекская да вот узбекская кухня под этим видеороликом был написан этот вопрос и вопрос как вам понравилось наши как вам понравились наши блюда давай мы ответим ваням нам понравилось это блюдо узбекской кухни с тобой вот мы кушали манты шашлык нам понравился тебе там шашлык же понравился и сонса тебе не понравилось манты манты мы нам написали что ударение надо делать на манты манты мы не грамотные в этом деле первый раз пробовали вообще поэтому это мне понравилось абсолютно все единственное что холодно горячее кушать а то что вот мы погрели я потом погрела то что у нас осталось да вот поела горячим прям кипятком я наслаждалась этой пищей вкусно я пупешку съела вы все съедите мне не понравилось потому что там тяжелая пища вот это вот и жирная как ты сказала жирновато она конечно да там много жира в ней да и мясо я не люблю ты же мясоедка ты же все просишь у меня что 5 мясо приготовила помидорки огурчики у нас вопросик это я съел по зеленую сосиску все софия миронова попросила передать привет привет так марина вопрос как вы решили вести канал будем рады видеть вас в прямом эфире рассказывать как мы решили вести канал рассказывать не знаю заказывали чё там и роллы как-то мама такая хоп берет телефончик и начинает снимать маша вообще серия грил господи блогеры это горе в семье горе в семье постоянно камеры везде туалет тоже с камерой ходим везде камера ну смысл с телефоном везде с телефоном от телефона не отрываются а можно еще а ты говорила то что ты начала снимать тоже из-за виталика то что тебе нравится вот как он снимается я тоже решила да попробовать почему бы нет но поначалу у меня вообще было такое вот я думала может мы заведем знакомство познакомиться с другими людьми на вот мой пей очень приятно пообщаться с другими людьми которые вот но не он смысле не в нашем городе живу да вот не с нами рядышком советы чьи-то получать вот это вообще ценно вот когда дают советы по поводу чего-то там нас поправляют когда корректно это все написано когда а люди от души по дают советы поправлю этого вот для меня это ценно мне реально очень помогает некоторых местах некоторых делах и поэтому может быть даже ну а второе естественно все знают что с ютуба это какая-то копеечка дополнительная вот и за этого мы решились на это делом показываем конечно не все так как она есть мы говорим то как она у нас в голове сидит поэтому позже просим понять и простить если что-то не так огромнейший можно я сейчас посвинячу немножко так бумажный бум задает вопрос какой ваш самый большой страх мои пауки дети знают мой самый большой страх я такой сижу сижу слышу мама там что-то испугалась и чего-то мы такие сможем бежим бежим а там на пороге лягушка я прямо когда вижу мне сердце останавливается я скачу я забываю сколько я вешаю сразу же бежать кричать еще и машу без остановки я могу бежать долго и кричать долго потому что мама боится то что на нее лягушка нет не то чтобы на лицо вопрос мне на неприятно я на нее смотрю и не неприятно на него смотреть просто представь что она меня прыгнет мне аж плохо становится потому что в один прекрасный момент я переходила дорогу и это лягушка прыгнула и она прям прыгнула мне на каблук и я так вещала бежала я минут наверное 15 бежала и все орала я не могла остановиться и вот с тех пор и когда я вижу лягушку я бегу я ору не знаю почему с того момента ты чё-то боялась нет я знаю вот я знаю одно да да прятаюсь за руками ваша выходит я ее пугаю сразу же ну то что противно то что они не понять никакая а высоты я же от высоты боюсь очень сильно я по мосту даже боюсь пройти мне сразу же я боюсь когда вот я купаюсь например и то что там если дна нету то вот страшно потому что у тебя схватит водоросли вот когда задевают вот видишь есть страх ну вот только вот это я не люблю чем ответили на все вопросики которые были подготовлены или еще есть давай еще какую еду вы терпеть не можете я горох и посоль да воняты я люблю я не люблю да сладкое вот прям вообще не люблю его редко поесть могу очень редко но так я его не очень а так вот прям жарено мясо ты тоже не шибко прям любитель мяса и а вот прям вот вообще 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 у меня отвращение вот от жареного сала это же запах не могу переносить мне сразу было и как только учую где-нибудь за километр бежать а вот так все оставим еще ну давай последнего вопроса ваша самая лучшая черта я веселый я веселый но я тоже нет вот если честно вот расскажу черты да вот например я вот смаша со смашиной стороны а спокойно она покладистая она добрая к ней дети липнут куда бы она не пришла прям липнуть ее как магниту тянет вот это хорошо она хотела конечно ой сори ну как сказать на педагогический скорее всего может быть если в институт пойдешь это будет вообще классно ваня он веселый вот реально вот веселый это про ваню спортивный ну да наверное он не сидит на месте он не сидит на месте он очень активный ребенок он гиперактивный есть такое-то про него у него память вообще феноменальная у него словарный запас для его 8 лет это просто гениально я что так это все сейчас началось расцвел поплыл пошел поехал да просто подтянулся а про меня вот дети расскажут я про себя вот еще что я могу сказать единственное что вижу цель иду к ней все вот это моя положительная черта а мама самый лучший человек в мир да в тете говорит такого не может быть нет нет ну все а так вот положительно я умею готовить это все умеют делать но я как мне мама моя говорила я могу из говна слепить кулич и он будет такой вкусный из пустого холодильника чего-нибудь найду и все равно сваргань вкусный обед ужин там завтрак без разницы так что вот спасибо что посидели с нами спасибо что покушали что вы слушали нас задаете нам так много классных вопросиков мы вам за это благодарны ставите лайки а особенно подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчики если вам понравилось это видео ставьте нам пожалуйста лайки много-много-много лайков и Маша скажет всем пока пока пока